В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете активными темпами идет реализация программы социальной газификации. Здесь сейчас идет самый простой участок. Идет разработка траншеи. В середине ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Мечта исцеления от диабета. Творческая встреча с писателем Генрихом Щербаковым прошла во второй Видновской библиотеке. Какая-то искра от них идет, вдохновение. В муниципалитете продолжается реализация президентской программы социальной газификации. Работы выполнены уже в 44 населенных пунктах. Построено более 11,5 километров газопровода. В скором времени только в селе Молоково голубое топливо получат жители 80 домов. Детали у Татьяны Брыловой. Мы сейчас укладываем вот этот. Он самый простой. Это открытый способ. Здесь будет по улицам, которые асфальтированы, здесь будет метод ГНБ. ГНБ – горизонтально направленное бурение, позволяющее не нарушать асфальтовое покрытие. Таким методом будут прокладывать газовые трубы в той части села, где улицы уже сформированы. Всего около 3,5 километров. Здесь же, на окраине, на новой улице Спортивной, роют траншею. Здесь сейчас идет самый простой участок. Идет разработка траншеи вдоль дороги. Дорога потом будет восстанавливаться. Сейчас здесь порядка 600 метров. В бригаде 4 человека. С помощью экскаватора выкапывают траншеи, но и руками приходится поработать. Привезли песка. 40 кубов. Идет подсыпка, присыпка, укладка трубы. Сверху трубы укладывается лента сигнальная, чтобы на тот случай, когда будет разработка, чтобы не повредить трубу. Все делается по нормам, по стандартам Российской Федерации. Команда Юрия Глинянкова планирует выполнить все работы до Нового года. Возможно, как говорит прораб, придется усилить бригады. Желающих получить газ в Молокове предостаточно. Заявки уже подали порядка 80 собственников домовладения. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В середине ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Вот уже более четверти века Ленинское отделение общественной организации инвалидов-диабетиков поддерживает людей, страдающих этим недугом. Здесь регулярно проводятся различные акции помощи. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Вот так массово они не собирались со времен пандемии ковида-19. Сегодня актив Ленинского отделения общества инвалидов-диабетиков снова вместе. Рядом по традиции друзья. Благотворители, которые помогают организации не первый год. Предприниматель Андрей Макалкин и сам страдает этим недугом. Не понаслышке знает, каково это – жить с диабетом. Сегодня Всемирный день диабета. Соответственно, этих людей я знаю давно. Не первый раз уже привожу им и продуктовые наборы. Ездили и в поездки с ними, и на Пасху куличи привозили. Всегда стараюсь помочь. А тем более здесь бабульки, которые всегда счастливы, так улыбаются и получают это удовольствие. В этом году ровно 100 лет со дня изобретения инсулина. Лекарство, которое миллионам людей, страдающим диабетом, позволяет жить полноценно. Оно нормализует уровень глюкозы в крови. Открытию мир обязан Фредерику Бантингу. В Англии есть памятник на месте дома Фредерика Бантинга, где зажгли огонь. И зажгла ее королева Елизавета. И огонь потушат только тогда, когда найдут лекарство от диабета. Мечта исцеления от диабета. Ну а пока в Ленинском отделении общества инвалидов диабетиков прикладывают максимум усилий, чтобы облегчить жизнь заболевших. Сегодня актив организации ушел не с пустыми руками. Благотворитель Андрей Макалкинг вручил людям продуктовые наборы. Всего 30 пакетов. Они достались самым социально незащищенным представителям общества. Очень приятно, очень приятно. Я вот одинокая. Мне очень тяжело за продуктами ходить. Очень. Я очень довольна. Мы все благодарны нашему начальству. И всем благодарны. И для нас как-то немножечко радости на душе. И приятно. Диабет молодеет. Сегодня им страдают не только пожилые. Причин много. Плохая экология, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Специалисты считают, уберечь себя от болезни в силах каждого человека. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фитнет В. Как точно определить общее состояние больного, что помогает отличить коронавирус от простуды или гриппа? Ответы на эти и другие вопросы дает лабораторная диагностика. ПЦР-анализ сдавала наш корреспондент Галина Житкова. Из взрослой поликлиники Видновской районной клинической больницы ежедневно отправляют в клинико-диагностическую лабораторию 50-60 ПЦР Москов. Этот метод полимерной цепной реакции позволяет выявить наличие возбудителя заболевания, даже если он присутствует в организме в минимальном количестве. Участковая медсестра Зарина Меджидова работает в кабинете забора ПЦР Москов. Рассказывает, что берет биоматериал для дальнейших исследований у больных с симптомами ОРВИ и гриппа. Все манипуляции проводятся только по направлению врача. Забираем мазочек из его износа, зонду, помещаем его в пендорфную упаковочку, упаковочку помещаем в пакет с замком, потом все это заносится в компьютер, в электронном виде создается направление. После сбора материала для исследования все ПЦР-мазки, собранные и укомплектованные по всем правилам транспортировки, отправляют в лабораторию. Клиника-диагностическая служба Видновской районной клинической больницы с гордостью демонстрирует свою ПЦР-лабораторию, что открылось в 2021 году в период пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря использованию современного оборудования и реагентов российского производства, мы имеем возможность решать любые задачи, связанные с диагностикой инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией. Высококвалифицированные специалисты лаборатории ежедневно обрабатывают до 5000 анализов, проводятся диагностические исследования как взрослых пациентов, так и детей. Клиника-диагностическая лаборатория выполняет различные исследования, такие как биохимические, гематологические, цитологические, молекулярно-генетические, иммунологические. Клиника-диагностическая лаборатория ВРКБ продолжает расширять свои возможности предоставления услуг. Для улучшения обслуживания населения на базе детской поликлиники функционирует экспресс-лаборатория и капиллярный забор крови. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Библиотека номер два открылась в Видном недавно, летом, но уже успела стать центром притяжения для жителей, что особенно отрадно, частые гости здесь дети. Именно с ними встретился писатель Генрих Щербаков. Послушал стихи и наш корреспондент Максим Козлов. Звери бросают на сцену цветы, пение буренки, шедевр красоты. В театре звери в сказку попадают, а жизнь не худой, а не забывают. Генрих Щербаков написал немало книг для взрослых и детей, но именно творческие встречи со школьниками нравятся ему больше всего. Неизменно среди собравшихся оказываются поклонники его творчества. Не стал исключением и третий же класс Видновской школы номер 10. Мне просто нравится творчество Генриха Щербакова, мне нравится его стихотворение. Не знаю, просто какая-то искра от них идет, вдохновение. В этот раз Генрих Щербаков представил новую книгу из цикла «Настенки», который хорошо знаком юным читателям. Для детей подобные встречи – возможность пообщаться с настоящим писателем и не просто послушать произведение в его исполнении, но и задать свои вопросы. А когда вы написали первый стих? Это было в 1945 году, когда мне было 10 лет, я написал 4 стихотворения. Встречи с местными прозаиками и поэтами под общим названием «Писатель нашего края» проводятся в библиотеке номер 2 раз в месяц. Это и другие мероприятия призваны привлечь учреждения новых читателей, прежде всего школьного возраста. Мы проводим экскурсии регулярно, уже есть запрос, только нужно время распределить, а так постоянно на экскурсию на запросы. Даже на каникулах приходят классом, мы здесь делаем мастер-класс, мы делаем чаепитие и вот так знакомим с книжкой через мероприятие. Сам Генрих Щербаков отмечает, что стихи для детей – очень важная для него часть творчества. Она помогает не только по-особому смотреть на мир, но и сохранять трудоспособность и любовь к жизни. У меня жена считает, что я остался ребенком. Но это хорошие детские чувства, и они во мне остались. Когда человек добрый, то он лучше людей, во-первых, воспринимает все, а во-вторых, такой человек больше живет, дольше живет. Читайте книги! Максим Козлов, Кирилл Анов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok